Всем тихой ночи! Наше традиционное голосование за темы в комментариях говорит о том, что пора понять, кто же такие скульпторы реальности в SCP. Кто же эти могущественные люди, способные менять реальность только силой своей воли, а в некоторых случаях и создающей свои миры, и даже целой цепи миров? И в чём же природа их сил? Попробуем разобраться. Однажды на поверхности Марса был обнаружен обычный земной двухэтажный дом. Космонавты фонда SCP, обследовавшие находку, увидели на первом этаже два замёрзших от местного холда трупа. На втором этаже был найден третий труп, ребёнок, одетый в игрушечный скафандр, и, судя по обстановке, вокруг мечтавший о космических полётах. Сейчас этот объект содержится как SCP-1162. Что же тут произошло? Ребёнок оказался скульптором реальности, и, не понимая своих способностей, он переместил свой дом на Марс, где и погиб от холода, и непригодной для дыхания атмосферы. И таких случаев в мире SCP достаточно много. Вот и SCP-239. Маленькая девочка, способная менять реальность по своему желанию. Была найдена фондом, когда в роддоме, где она появилась на свет, произошёл мощнейший аномальный взрыв. Девочка, впрочем, чудом выжила, и теперь живёт в камере содержания фонда. Или тот же Эрик. Мальчик, создавший целую серию аномальных объектов на содержании тайной организации. В мире SCP люди могут просто родиться, обладая огромной силой к изменению реальности изначально. Это происходит настолько часто, что дети-скульпторы реальности для фонда обычное дело. Когда такие поступают в учреждения фонда, для них, как правило, разрабатывается какая-нибудь история прикрытия. Ту же SCP-239 убедили в том, что она умеет колдовать, читая только определённые заклинания. Соответственно, её способности были ограничены этими заклинаниями. Или вот однажды агенты обнаружили мальчика 7 лет, также способного изменять реальность. Теперь он живёт в камере SCP-2241. И убеждён, что его прячут от злодеев в особой школе для супергероев, где развивают его супергеройские умения. С этим мальчиком было проведено множество экспериментов. Его, убеждённого в том, что он состоит в команде спасителей мира, прямо как в комиксах, помещали в различные стрессовые ситуации, где наблюдали за развитием его способностей. Что, с одной стороны, дало фонду множество информации о развитии скульпторов реальности как таковых. С другой, нанесло ребёнку непоправимые психологические травмы. Так что, возможно, в какой-то реальности фонд вырастил суперзлодея. В некоторых случаях ребёнок-скульптор реальности изначально убеждён в том, что его способности не исходят от него самого, что довольно удобно для содержания. Как вот в случае с SCP-2506. Этот объект, эта девочка, способная создавать различные нереальные устройства. Например, газонокосилка с реактивным двигателем. Она убеждена, что все эти вещи делает её волшебный плюшевый крокодил, которого она об этом просит, и из-за своего убеждений не может без него. Хотя фонд на всякий случай незаметно подменил игрушку на идентичную. А то, вдруг и правда крокодил волшебный. Такое же свойство наблюдается у SCP-3130. Женщина в возрасте 21 года. Она является могущественным скульптором реальности, но её способности всегда проявляются в виде появления двух волшебных помощников, которые, по мнению женщины, творят все чудеса. Бывает и такое, что скульптор реальности ограничен какими-то своими, понятными только ему правилами. Вот 14-летняя девушка, известная ещё как SCP-5999, выполняет все данные ей указания, в том числе и нарушая законы физики. Но всегда они идеальны, делая какую-нибудь существенную ошибку. Этому нехитрому правилу она следует настолько жёстко, что, кажется, это единственное правило в мире, которое на неё вообще распространяется. Тут можно вспомнить ещё SCP-1384, то самое живущее в тоннеле существо, обладающее безграничными возможностями по влиянию на реальность, но будто бы играющее в только одному ему понятную игру. Чтение объекта, кстати, есть на канале. Некоторые из скульпторов даже применяют свои способности полностью неосознанно. Вот как и SCP-2096. Этот объект — это старая женщина, которая прожила всю свою жизнь, не зная, что обладает значительным влиянием на реальность. И вот в возрасте 81 года она начала неосознанно влиять на окружающих людей так, что у них начали проявляться любые негативные симптомы, появляющиеся у неё самой. Некоторым скульпторам реальности удается скрывать свои способности и попадаться в фонду уже взрослыми, как случилось с SCP-2343. В 2005 году в результате пьяной домашней драки в полицию попал мужчина, который хвастался тем, что обладает сверхспособностями. Он быстро оказался в камере содержания, где учёные фонда поначалу поняли, что он не стареет и живёт, вероятно, уже несколько столетий. Однако из дальнейших событий стало понятно, что это полноценный скульптор реальности, способный чуть ли не стереть в мир и не создать его заново. А в фонд он попал специально, чтобы спрятаться от такой же всемогущей его жены. Сложные у них там отношения. Всемогущие скульпторы тоже известны фонда SCP. Наверное, не меньше десятка таких. Некоторые из них даже когда-то считались богами в различных культурах. Да, преды, казалось бы, огромной силе. Скульпторы не являются чем-то редким в мире SCP. Они вот рождаются время от времени, живут незамеченными среди людей столетиями. А, например, как-то раз, где-то в Техасе в США, агенты фонда обнаружили переход в иное измерение. Сейчас он охраняется как объект SCP-1095. За переходом находится небольшой мир, где обитает около 70 человек. Абсолютно все из которых обладали способностью искажать реальность на небольшом расстоянии вокруг себя. Целый мир, населённый меняющими реальность людьми. Вообще, перечислять только известных фонда SCP-скульпторов реальности можно довольно долго. Несколько сотен SCP-объектов на содержании являются скульпторами. А есть ещё скульпторы из рассказов. А также скульпторы, известные только другим организациям. Но чем же таким они по сути вообще являются? В большинстве SCP-объектов про скульпторов, где даётся какое-то объяснение, их способностям написано, что они сами представляют участок более плотной реальности, чем окружающий мир. То есть у них больше юмов, чем у мира вокруг. И потому такие существа способны искажать саму ткань реальности. Кто не слышал о теории юмов, оставлю ссылку в описании. Это такая теория всего внутри мира SCP, которая объясняет разом все аномалии. Механизм этого можно увидеть на примере существа, обозначенного как SCP-2742. Это морское животное, напоминающее угря, способное поглощать саму плотность реальности вокруг себя, концентрируя эту самую реальность внутри своего тела. И соответственно эти животные могут создавать всякие аномальные события в области действия этого эффекта. Чаще всего скульптором реальности является какое-то конкретное живое существо. У некоторых видов даже обнаруживают особый орган, ответственный за концентрацию плотности реальности в организме. Но у человека такого нет. Похоже, что некоторые люди способны быть скульптором реальности просто в силу устройства разума. Причём проявляется это прямо с рождения. Объяснение теории юмов скульпторов реальности является основным. Однако в некоторых объектах попадаются и другие. К примеру, некоторые скульпторы осознают, что они находятся в художественном произведении и пробивают четвёртую стену. Или даже имеют связь с автором произведения. О таких было видео про патофизику. Ещё одна ссылка в описании. Некоторые получают свои способности от какой-нибудь более могущественной сущности. Но такие скульпторами по сути вообще не являются. Так что да. Изучение большинства скульпторов реальности показывает, что они как линза. Концентрирует в себе плотность реальности, ослабляя мир вокруг себя. Делая его менее реальным. Существует распространённое мнение, что для безопасности мира скульпторов реальности необходимо уничтожить. Иначе они сами разрушат мир. Такой политике придерживается глобальная оккультная коалиция. Она же разработала целую отдельную классификацию влияющих на реальность людей. О ней мы поговорим в ролике про сущности Гог. Или если вы из будущего можете поискать его на канале. Какое-то время Гог активно убивал скульпторов реальности. Однако позже отказался от такой политики. Фонд SCP же не поддерживает такие идеи. И даже не только потому, что его задача заключается в захвате и удержании аномалий. Но и потому, что иногда искажающий реальность эффект продолжает существовать даже после смерти скульптора. Принимая довольно непредсказуемую форму. Например, как-то раз группа захвата фонда, не сумев захватить скульптор живым, убила его. Что привело к крайне странному явлению, известному как SCP-2588. Явление заключается в том, что органы, затронутых аномальным влиянием людей, превращаются в органы этого самого скульптора. В том состоянии, в котором они были незадолго до его смерти. А учитывая, что этот человек страдал тяжелой формой алкоголизма, штука не из приятных. И это не единственный пример. В базе данных фонда есть еще несколько подобных объектов, а точнее аномальных явлений, начавших проявляться на месте смерти того или иного скульптора. Выходит, что скульптор реальности создает вокруг себя постоянную аномальную зону, центром которой сам и является. Если множество скульпторов собираются в одном месте, реальность может не выдержать, и образуется отдельное карманное измерение, в котором они дальше существуют. Как вот, например, в упомянутом SCP-1095. Город, населенный скульпторами полностью. Хотя какая-то местность, отдельная от основной реальности, где живут одни скульпторы, это не один объект. Таких фонду SCP известно несколько, а значит, само по себе это не редкость. Бывает так, что даже одиночные, особенно сильные скульпторы реальности, выпадают из мира и проявляют себя только в виде разных отдельных. Экстраординарных явлений. Похоже, мир сам по себе способен избавляться как от скоплений скульпторов, так и от самых сильных из них. Так что нужно ли вообще что-то делать? Кроме того, большинство скульпторов просто не справляются со своими способностями, как это случилось с SCP-3293. Это также был скульптор реальности с рождения. В возрасте 6 лет он решил, что является гениальным изобретателем, способным создавать любые машины из подручного мусора. Однако его умения были, по сути, способностями скульптора реальности. Фонд начал содержать ребёнка в камере, стилизованной под больничную палату, под прикрытием опасной редкой болезни. Но он каждый раз создавал устройство, позволявшее ему бежать из любых доступных предметов, пока в какой-то момент, видимо, из стресса не создал устройство, взорвавшее его самого и несколько сотрудников фонда SCP. Так или иначе, фонд собирает в своих учреждениях все скульпторов реальности, которых находит, и понемногу их изучает, создав для них особую исследовательскую дисциплину под названием «Онтокинетика». Начав собирать данные по онтокинетически одарённым людям, учёные фонда приходят к выводу, что в 20-е годы количество обладающих подобным даром людей начало резко возрастать, и к 2030-му может достигнуть 0,01% от населения, что довольно много. Одни учёные SCP пришли к выводу, что это естественный процесс, дальнейшее развитие человечества. Другие решили, что дело в сдвиге понятия нормальности, в том, что чем дальше, тем сложнее становится определить, что нормально, а что нет. Из-за этого у некоторых людей развиваются способности менять реальность. Возможно, будущее, где существенное число людей может менять реальность, это норма. За сохранение, которое фонд SCP борется изначально. Может быть, скульптор реальности это просто обычный представитель вида человека разумного будущего. Всем пока!